В истории литературы не так много женщин-писателей, а прославленных и того меньше. А писательница, автор единственного романа, принесшего ей мировую известность, вообще одна. Ее имя Маргарет Митчелл. Эта женщина и ее книга получили самые разные оценки. Одни считали, что «Унесенные ветром» – это бульварная чтива, проходная книга. Акцентировали внимание на исторических неточностях и ошибках, критиковали персонажи повествования. Однако имена этих критиков канули в лету. А роман живет уже не один десяток лет и привлекает новых и новых поклонников. «Унесенные ветром» экранизировали в 1939 году. Лента в восемь раз получала самую престижную награду в мире кино – Оскар. И до сих пор находятся в списке лучших мелодрам за всю историю кинематографа. И все это – заслуга первоисточника. Родина Маргарет Митчелл – та самая Атланта, штата Джорджия, которая описана в ее знаменитом романе. Именно там, в достаточно благополучной обеспеченной семье адвоката, она и родилась 8 ноября 1900 года. На половину ирландка, на половину француженка девушка была до мозга костей южанки. Предки-писательницы по линии отца перебрались в Штаты из Ирландии. Родственники по материнской линии переехали туда из Франции. Все они поддерживали южан, гражданскую войну, охватившую Соединенные Штаты в 1861-1865 годах. К моменту рождения Маргарет родители уже воспитывали старшего сына Стивена. Отец – Юджин Митчелл, адвокат, занимался правовыми вопросами, связанными с недвижимостью. Именно его стараниями семья получила возможность вращаться в высшем обществе города. Мужчина был отлично образован. Он возглавил городское историческое общество. В юности мечтал о писательской карьере. Юджин старался дать детям хорошее образование. Сам занимался их воспитанием. Учил уважать прошлое своих предков. Именно от него сын и дочь часто слышали рассказы о гражданской войне. Несмотря на то, что мама занималась домом и детьми, ее нельзя назвать просто домохозяйкой. Мария Изабелла была очень целеустремленной, хорошо воспитанной, незаурядной. Ее интересы выходили далеко за пределы дома и бытовых вопросов. Вместе с единымышленниками женщина организовала кампанию, отстаивавшую права женщин участвовать в выборах. Входила в католическую ассоциацию. Именно она прививала Маргаре чувство вкуса. Учила разбираться в жизни, в людях, растила из нее настоящую леди. А дочь в это время серьезно увлекалась кинематографом. Проводила время за чтением приключенческих романов, любила верховую езду и лазить по деревьям. Хотя во время светских приемов Маргарет вела себя очень прилично. Умела танцевать и поддержать беседу. Способности к писательству проявились у девочки еще в школе. Именно ей принадлежит авторство пьес, поставленных ученическим драм-кружком. После школы Маргарет поступила в Вашингтонскую семинарию. Часто бывала в филармонии Атланты. Помимо театра девушка живо интересовалась журналистикой. Она редактировала школьный ежегодник под названием «Факты и фантазии». Ее выбрали президентом Вашингтонского литературного общества. Свою первую любовь Митчелл встретила 18 лет. Его звали Генри Клиффорд. Он родился и вырос в Нью-Йорке и был старше девушки на 4 года. Молодые люди познакомились на танцах, между ними пробежала искорка чувств. Возможно, это закончилось бы браком, если бы не началась Первая мировая война. Генри отправился воевать во Францию, а Маргарет стала студенткой колледжа. Девушка занялась изучением философии и психологии. В том же году ей пришло известие о гибели Генри. Маргарет очень расстроилась, но это были еще не все испытания, уготованные ей судьбой. Вскоре умерла ее мама. Ее унесла эпидемия гриппа. Маргарет пришлось возвратиться домой, в родную Атланту. Отец нуждался в ее помощи. Теперь 18-летняя Митчелл хозяйничала в поместье. Управление легло на ее плечи. Как видим, биография писательницы во многом сходится с жизнью ее литературного персонажа, Скарлетта Харр. Дерзкая, смелая и очень умная Маргарет не только вела домашнее хозяйство. В 1922 году она начала писать очерки для журнала «Атлант Джорна». Мировая слава пришла к писательнице с романом «Унесенные ветром». Но это произошло только спустя 10 лет. А пока в 1926 году Маргарет лежала дома со сломанной лодыжкой. Отказалась от сотрудничества с журналом, в котором трудилась не один год. Девушка решила заняться написанием самостоятельного произведения и пыталась отнестись к событиям объективно. Однако приверженность южанам пересиливала, и события, развивающиеся в романе, получили ее собственную субъективную трактовку. При этом начинающая писательница все же старалась не искажать исторические факты. Принимала во внимание описание, которое находила в разных источниках. Маргарет даже встречалась с бывшими участниками боевых действий, брала у них интервью. Позже Митчелл скажет, что у ее персонажей нет прототипов в реальной жизни. Однако, она прекрасно разбиралась в нравах и особенностях времен Великой Депрессии. Поэтому ее героиня и обладала необычными качествами и характеристиками. В ее романе Америку символизирует женщина, которую никак нельзя назвать добродетельной. Митчелл очень тщательно трудилась над созданием каждой главы. Существует легенда, что первая глава написана в шести десятках вариаций и множестве черновиков. Интересно то, что в начале повествования Маргарет дала главной героине совсем другое имя – Фанси. Только перед самой публикацией писательница изменила его на Скарлетт. В 1936 году книга вышла в издательстве «Макмиллиан». Спустя год автору романа вручили пулицерскую премию. Количество проданных экземпляров романа зашкаливало буквально с первого дня поступления в продажу. За полгода раскупили произведение тиражом в один миллион. В наше время «Унесенные ветром» продаются также успешно. Ежегодно по 250 тысяч экземпляров. Роман уже переведен на 27 языков. Его читали во всем мире. Только в Соединенных Штатах книгу переиздавали 70 раз. Писательницу не раз спрашивали, будет ли продолжение полюбившейся истории. Но она отказывалась от его создания. Мало того, согласно завещанию Митчелл, после ее смерти уничтожили все, что она написала за много лет. Поэтому трудно что-либо сказать о полной библиографии писательницы. Если и существовало продолжение истории о смелой девушке Скарлетт, то узнать об этом никто уже не сможет. Других произведений авторства Маргарет Митчелл просто нет. Жизнь писательницы с мировым именем трагически оборвалась 16 августа 1949 года. Ей было всего 48 лет. 11 августа Маргарет и ее супруг направлялись в кино. Собирались смотреть Кентерберийскую историю. На нее налетел автомобиль, которым управлял нетрезвый водитель. 16 августа, не приходя в сознание, Маргарет Митчелл умерла. Местом вечного упокоения всемирно известной писательницы стало кладбище Окленд Атланты в штате Джорджия. Муж ненамного пережил свою любимую, и его не стало в 1952 году. Похоронили Джона Марша рядом с супругой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok